Приветствую, уважаемые участники семинара. Меня зовут Артём Светлов, я участник проекта OpenStreetMap по GeekControlAway. И я расскажу о техническом устройстве ОСН, потому что он состоит из множества разных программ и сервисов, и нужно для того, чтобы у всех было примерно одинаковое представление, как там он устроен. Значит, во-первых, OpenStreetMap, посттермонологический OpenStreetMap, это прежде всего база данных. То есть говорят, что OpenStreetMap это не карта, это не GIS, это база данных с разными данными, которые можно как-то интерпретировать. Потому что есть такие сложные технологические и юридические отличия, там, что это карта, что не карта. В OpenStreetMap это не карта. Дальше получаются вопросы с лицензией, с лицензированием и всем прочим. В основном он устроен так, значит, есть в интернете один большой сервер, на нем крутится одна база данных, большая, в которой хранятся все данные. Пользователи с помощью программ клиентов, с помощью API скачивают часть данных какую-нибудь на небольшой район, редактируют его и загружают обратно в интернет. Никакой модерации, как на некоторых сервисах, там нет. И данные становятся сразу же доступны все над ним пользователя. Далее в интернете существует множество сервисов, которые фактически не связаны с основным OpenStreetMap. То есть их могут поддерживать абсолютно разные люди, которые регулярно или вручную скачивают дампы этой базы, копия ее, какие-то фрагменты на поверхности. И далее либо делают их картинки, либо обрабатывают так, чтобы их можно было записать в навигатор, либо использовать каким-то другим образом. В общем, основные программы для редактирования – это новый редактор ID. Это редактор в вебе, где есть в браузере. Рекомендуется всем использовать редактор ZOS. Он написан на джаве. Он гораздо более удобен, быстр. Он считается стандартным. Потому что некоторые другие редакторы иногда могут не показывать некоторые данные, и другими редакторами можно данные случайно испортить. Такое иногда бывает. Технический вопрос. Формат данных. OpenStreetMap отличается от традиционных GIS. В традиционных GIS, когда вы работаете, там принято, что есть множество отдельных слоев или таблиц в базе данных. В каждом слое есть объекты, как правило, одного типа геометрии. И у каждого слоя свой определенный набор параметров, атрибутов. В OpenStreetMap делали не картографы, а программисты. Потом там слой один. В нем хранится все. И у каждого объекта может быть произвольный набор тегов. То есть набор ключ и значений. Эти теги, они прописаны в официальной вики OpenStreetMap. Там есть, так называемое, что-то похожее на классификатор. И любой пользователь может при желании придумывать теги свои. Например, я подумал, что там не хватает тег для водозапожных колонок, которые стоят в сельской местности. Придумал тег MANMADE равно STANDBY. Там был тег только для обозначения питьевой воды. Это не очень понятно. В OpenStreetMap немножко свой формат. Немножко свои типы геометрии. Это точка. Это линия, которая представляет собой набор ссылок на точки. Можно обратиться к отдельной точке, как отдельный элемент считается. У линии есть направление. Линия может быть замкнутой, когда она считается полигоном. И также есть такой специфический формат. В данном случае отношения. Его понимают только примерно треть пользователей ОСМ. Но это важно для тех, кто обрабатывает данные. Это упорядоченный набор ссылок на другие элементы. Например, если нам нужно нарисовать полигон с дыркой. Например, дом с внутренним двориком. Рисуются два полигона. Делается новое отношение. И у него с помощью тегов указывается, что один элемент – это внешняя граница полигона. Второй элемент – внутренняя граница. И самому отношению присваиваются теги. Это дом, что у него есть номер и количество этажей. Автобусы маршруты, например, список ссылок на куски дорог. Также очень важная вещь – это запреты поворотов. Это очень важная вещь для автомобильного роутинга. На мягких переклёсках удара разрешено поворачивать. Полнота данных в России. В общем, если вы собираетесь использовать данные оптицерпной, именно данные для каких-нибудь вещей, или собираетесь их как-нибудь обрабатывать, или делать визуализации, или мешать данные с другими ГИС, то вам надо сначала проверить, есть ли эти данные вообще в базе. Ситуация отличается по многим городам и по разным типам данных. В общем, хорошо отрисованы автомобильные дороги, в принципе. В целом говоря, по России автомобильные дороги нарисованы в основном даже лучше, чем коммерческие сервисы. Особенно хорошо нарисованы разные полевые дороги, но, к правилу, в тех местах, где есть спутниковые снимки, или где живут автомобильные туристы. Также хорошо нарисованы железные дороги. Пожалуй, наиболее полная карта из всех имеющихся в интернете. Потому что там вносятся изменения вновь открытых и закрытых веках. Например, даже и на народных картах Яндекса, и на гугле за этим народ не следит. В то же время, например, гидросеть, то есть реки, нарисованы не очень хорошо. Там, может быть, указано, что теплоходы движутся, например, прямо через сплотину, а не через шлюз. То есть в разных вещах по-разному. В принципе, довольно хорошо нарисована геометрия зданий, особенно в крупных городах и там, где есть снимки. Но это не во всех. В принципе, в основном почти во всем областным центрам, районным. А геометрия домов есть, потому что нашли множество спутниковых снимков. С адресами ситуация несколько похуже. Адреса есть не во всех городах хорошие. То, по крайней мере, это наиболее хорошая база данных по всей России. То есть это лучшая из того, что есть. Но даже по Москве часто некоторые адреса пропущены. Особенно в центре, там, где это можно. Потому что в России адреса можно собирать в основном только полевым методом, потому что открытых реестров очень мало. Адресная информация ответа только в небольшом количестве городов. В принципе, чумом нарисованы – это землепользование и природные объекты. Например, леса. Леса нарисованы не все, реки нарисованы не все, особенно в отдалённых территориях. Также в УСМ, в принципе, нет рельефа. Разрешено… Есть только два табель для обозначения рельефа – это обрыв и лестница. Слушай, чего нет. В принципе, покажу вам сейчас основные сервисы, чтобы было понятно, что на каком сайте находится. OpenSight Map.org – это основной сайт. На нём есть такой слой, маппник он называется. Многие считают, что это главный слой, основной. На самом деле он не очень красивый, но он обновляется каждую минуту. Есть другие слои, но вы про них уже знаете. Также на этом сайте есть форум и вики. Вики – это официальный справочник. Также существует множество других сайтов, так называемых национальных страниц. Их поддерживают совершенно другие люди. Например, на сайте OpenSight Map.ru там другой набор стилей. Более красивые стили. Стили хорошие для подошки. Стили хорошие, чтобы саму карту смотреть. На нём другой геохозер, оптимизированный для российских адресов. И также, ну, что других слоёв. Идеология у СММ такая, что вам предоставляются данные. Если вас не устраивает внешний вид карты, которую кто-нибудь арендрит, или у вас очень большие запросы по количеству просмотров, или у вас не устраивает, например, язык или условное позначение, то вы должны арендрить карту самому. Вы должны арендрить её сами. Также на сайте osm.org есть сервис, называется Планета OSM. Это такой первичный набор данных. Они тут выкладываются в сыром виде. Данные выкладываются в собственном формате osm. Это xml. Тут, значит, есть файл Планета. Это весь мир. Файл Планета выкладывается раз в неделю. И также тут выкладывается обновление. То есть файл данных OSM вы можете с помощью своих программ регулярно обновлять. Тут выкладывается обновление за сутки, за час и за минуту. Ну, как правило, этот файл данных, файл Планета вы импортируете в базу данных .gis и обновляете уже данные самой .gis. Значит, занесение этого файла в базу данных занимает несколько суток. Обычно его один раз заносит, а потом в течение нескольких месяцев и нескольких лет постоянно каждый день обновляет. Агиокадир. Значит, это важная операция в использовании, очень важная операция в картографии. Это когда у вас есть набор адресов в виде вот таких названий. И вам нужно получить географические координаты. Это позволяет делать и Янекс, и Гугл, и OSM. Но дело в том, что Янекс и Гугл они позволяют использовать результаты геокодирования только если вы дальше продолжаете работать с их картами. А OpenSightMap позволяет эти координаты использовать гораздо более свободно. Есть скрипты и плагины к Кугису, которые делают геокодинг на сайте OpenSightMap.ru. Он наиболее хорошо оптимизирован под нашу схему адресов. Ну и у него есть такой интерфейс проверочный на самом сайте. Правда, иногда он не работает. В общем, сейчас, в принципе, если подать этому геокодеру 1000 адресов, он в среднем правильно геокодирует процентов 40. А остальные адреса вам обязательно надо будет выставлять вручную. Вот, например, примерно полгода назад на сайте Gislav.info ввелся проект по избирательным участкам. Вот он именно в этом и состоял, что автоматически геокодировали список избирательных участков отдельно по каждой области, и потом вручную двигали эти точки из центров населенных пунктов именно вот на те дома, которые наиболее похожи на те места участки гурии, например. По космоснимку находились в школу. Выгрузки OpenSightMap, они находятся, они есть на разных сервисах. Вот Планета ОСМ, вот там вся планета есть. Есть сайт Geofabric, там выгрузки по континентам и по странам. Они там обновляются примерно раз в неделю. Есть сайт вот такой. Там отдельные выгрузки по крупным городам мира, и можно и со сможет выбрать произвольную область и получить выгрузку по ней. Также еще там, что интересно, можно не только получить ОСМ, но там есть другие форматы, например, там, по-моему, для Гармина сразу можно получить и для Османда. Ну и наш сервис Gislav.info, там выгрузки по областям России и СМГ каждый день. Исходные данные в этом формате обрабатываются специальными программами, они все консольные. Так и не называют. В принципе, основная программа, наиболее часто использована, это ОСМОЗИС. Там можно фильтровать данные, то есть выбирать данные из этого дампа по отдельным тегам. Вы его можете сфильтровать и грузить в базу только часть. Можно обрезать, можно грузить и выгружать в постгиз. Можно сливать, разбивать, обновлять. Иногда эта программа на некоторых компьютерах не запускается, но есть две другие программы. ОСМ-фильтр и ОСМ-конверт. Одна дампа режет, другая данные конвертирует между форматами и фильтрует. Также есть отдельный программ от ОСМ2PJSQL. Также есть программа IMPOSM. Это программа для импорта в Postgres. Также есть драйвер для OGR2OGR, который читает ОСМ. Ну, я, честно говоря, его ещё не использовал, потому что мне хватает ОСМ2PJSQL. Для реддеринга используются разные программы. Самое простое, это настольное приложение. В нём вы можете рендерить карту самому для себя. Здесь вам нужна, например, одна карта, одну область. Один раз. Вот, вы можете её воспользоваться. Она работает под Windows. За счёт Linux я точно не в курсе. Она бесплатная, но, правда, с закрытым кодом. И у неё свой формат записи картографического стиля. Ну, она часто используется. Картинки из неё часто используются. Часто можно видеть на вики ОСМ. Вот так примерно она выглядит. Конкретно в этом стиле я для себя написал. Например, он выделяет... Да, тут выделены важные участки больших улиц, highway primary, у которых не указан тег запрета пешеходного движения. То есть его можно использовать в качестве валидатора данных. То есть это получается, что вот по этим лиловым улицам навигатор может проложить пешеходный маршрут и вывести на какую-нибудь автомобильную развязку или туннель. Также есть программа называется Tailmill. Её сделала фирма Mapbox. Она читает данные из PostGIS, SHIP файлов, SQLite и других основных форматов. К сожалению, она не читает сырой ОСМ, поэтому его надо загрузить в базу. Вот программа, она более продвинута, она с открытым исходным кодом. Рендерит карту она с помощью движка Mapnik. Она позволяет экспортировать стиль в формат Mapnik. А так у неё стиль в своём формате. Называется он, по-моему, MapCSS. Карта CSS. А, или карта CSS. Да, это два разных формата. Ну, тут также к ней прилагается специальный карта-стиль, называется OSM Bright. Вот он тут на фоне такой жёлтый. Это стиль, который рендерит довольно красивую карту OSM из базы данных PostGIS. На этом примере наложена карта общественного транспорта. Это тоже из OpenStreetMap взято. Но она обработана специальным самописным скриптом, который сгенерировал название конечных и вот эти вот стрелочки. Сервисы наиболее серьёзные, типа OpenStreetMap Pro, OpenStreetMap.org, они рендерят карту с помощью движка Mapnik. Он считается наиболее сложный и продвинутый. Ну, его, к сожалению, невозможно использовать на десктопе, потому что надо писать очень много отдельных файлов в стиле. Надо много его настраивать и отмаживать. Вот ещё такой пример использования OpenStreetMap недавний. Наша фирма NEMSGIS разрабатывает муниципальную GIS для городского поселения Красногорска. Это райцентр Московской области вместе с двумя небольшими деревнями. Население около 100 тысяч. Это город... Ну, такой обычный город Московской области. Ему понадобился муниципальный GIS. Они используют его, например, для хранения данных о своих объектах благоустройства, о детских площадках, об управляющих компаниях. В общем, тут использована... Во-первых, у них используется подложка ОСМ. А во-вторых, там именно были взяты векторные данные, то есть координаты дорог, геометрия домов. И к ним были присоединены их данные. Например, у них есть список автодорог, они хотели видеть его на карте, а до этого он у них был только в бумажном виде. И вот мы взяли геометрию улиц из ОСМ, скопировали её в GIS, объединили нужные улицы, таким образом у них получились векторные данные по улицам. Вот тут, например, на примере нарисованы заборчики, которые стоят на балансе. Эти заборчики нарисованы по результатам полевой съёмки. Вот они сделаны так, чтобы они совпадали с домами из ОСМ. Ну и про организацию карты встреч. В общем, особенно в прошлом и на прошлом году несколько раз устраивали карты встречи, то есть когда пользователи ОСМ встречаются где-нибудь на улице в каком-нибудь городе, ходят по домам и по дворам и обрисовывают карты на местности. В общем, обычно собирается где-то человек шесть-восемь и довольно весело проводить карты. В общем, это... Не стыдится. Да, это... Хотите весело провести время? Звоните Аптему. Да. В общем, несколько раз собирались в местах, где либо не было космоснимков, либо хотели сделать карту ещё более точнее, чем видно со спутника. Например, в позапошлом году нарисовали очень хороший город Солнечногорск, когда в нём ещё не было спутников и скинков. То есть все эти дорожки, дома, адреса собрали, адресов не было. Очень долго рисовали вот этот забор, потому что поскольку такую снимку абсолютно не поймёшь, где тут жилые дома, а где воинская часть, потому что её недавно сократили. Вот это... Это мы рисовали квартал исторической застройки на Преображенке в Москве. Вот это вот. Тут был где-то человек шесть-семь, очень хорошо обрисовали все эти пешеходные проходы между домами. Это год назад рисовали карту перед конференцией, в которой проходила Узумайлова. Вот нашли все кафе. И заодно надо прессовать соседний кортал. Вот туда же нарисовали все подъезды в домах. Вот, собственно, ещё. Вопросы, Карпионов? О, Коля, давай. Батиль. У меня вопрос по поводу организации данных OpenStreetMap. Например, мы в своей работе столкнулись с такой проблемой, что OpenStreetMap, по сути, к объектам OpenStreetMap нельзя привязаться. Потому что, как мы знаем, есть OpenStreetMap ID, который присутствует в том числе и в выгрузках. Но если мы к нему привязываем свои производственные данные, завтра какой-нибудь макер удаляет объект, за ним какой-то следующий макер этот объект назад восстанавливает, и он уже имеет новый ID. Да, я забыл сказать, что это важно. В ОСЭВе каждый объект, в принципе, может быть удалён и заменован, и уже это не считается ошибкой. А кроме того, любой полигон, там может быть легко замен на мультиполигон. Соответственно, у него изменится хайдишник. Спривязываться к хайди нельзя, а полагается привязываться к тегам. Тегам надо привязывать в координате. А вот того, что обычно считается объектами, вас вообще нет. Если сказать графические примитивы, иногда объединенные во штаты, и снабжённые 8 тегами. Я имею ввиду пути и отношения. То есть, если вам нужно привязываться к какому-нибудь дому, то вы должны привязываться к объекту, у которого есть адрес по такой-то улице и с таким-то номером дома. Также, я забыл ещё сказать, есть такой сервис, называется Overpass. Дело в том, что у OSM есть API именно на записи чтения данных, то есть для редактирования, а есть несколько API, которые поддерживаются другими сервисами. Это API только для чтения, но с фильтрацией. Он называется... Это называется XAPI и Overpass API. Это два разных интерфейса с разным синтексисом. Ну, XAPI уже, считай, перестанет. В общем, вот есть такой сервис, он отдельный, то есть он работает приблизительно так. Значит, сейчас нужно... Значит, вот тут есть несколько серверов, которые поддерживают этот интерфейс. Лучше всего использовать Rangler, потому что он обновляется каждую минуту. Ещё нужно включить эту галку. Вот. У этих API есть несколько языков. Так получилось. Вот такой более развернутый XML, и ещё его можно сконвертировать в такой более компактный, который можно использовать в запросах. Тут, например... Берём по умолчанию, запускаем. Видите, drinking water. Да, это заборные колонки. Почему-то их тут две. Хотя я этой колонки на местности не видел. Эту знаю, эту нет. Вот так же... Тут можно выбирать любые объекты, можно выбирать отношения, например, можно выбирать все троллейбусные маршруты города. Вот. Вот. С этого сайта можно данные сохранить как GeoJSON. Это очень полезно. Например, можно прямо взять и загрузить в QGIS. Также с помощью этого сервиса можно, например, выгружать большие водные объекты. Например, если вам нужно что-нибудь большое, вроде Аральского моря или Рыбинского водохранилища, они разделены между отдельными областями и странами. Большую выброску качать очень долго неудобно ее фильтровать, поэтому вы можете выбрать объекты, у которых есть тег либо riverbank, либо naturalwater и скачать как GeoJSON. Также тут есть ссылка запрятанная. Переобразовать в Overpass XML. Или в это. Да, вот. И у вас сохранится вот такая ссылка. Да, вот такая. В общем, вы можете скопировать эту строку и запускать ее, например, из какой-нибудь скрипта. В общем, это очень удобно. Например, я таким скриптом регулярно выкачиваю троллейбусные маршруты по отдельным городам России, когда делаю визуализации. И таким образом, если вам нужно привязаться к какому-нибудь объекту, то вы с помощью примерно вот таких запросов должны привязываться к объектам, которые имеют нужные вам теги. Можно еще делать, конечно, ограничения по координатам, по ограничениям. Вот так. Вот здесь, да, прямой ответ такой. То есть по ID привязываться не рекомендуется, потому что он действительно может измениться в результате редактирования. Да, еще, конечно же, причиной то, что из ОСМ, в принципе, какие-нибудь данные могут быть случайно, какие-нибудь стерты, и этого никто не заметит. Поэтому, если вы, например, делаете карту пожарных гидрантов, то я бы вам порекомендовал бы регулярно делать много этих данных для себя. И если... И как-нибудь регулярно проверять, и использовать эти данные какого-нибудь проверенного своего смеха. Не, ну свои же кастомные теги можно уже завести, например, чтобы потом учет эти данные на шахтущика? Да, можно завести, но на твои данные нужно что-нибудь стереть. Ну, в большом проблеме. Как это? Если вы их привучили, да, то есть это ваши данные, то есть это ваши данные, да, да, нужно следить. А как? Их можно и такое количество, что соединение следить очень сложно. Ну, вот тогда их нужно выгрузить, установить себе шейп-файл, и чтобы он был у вас эталонный. Если вам что-нибудь надо, чтобы что-нибудь такое серьезное, то уберите не из УСМ, а прямо из своего шейп-файла. Проблема курицы-яйца. Если ты его выкачал авталл себе, но потом у тебя данные начинают разбегаться уже реально в ситуации УСМ. Впрочем УСМ все-таки содержать теги. Дешево будет. В общем, да, так сказать, если ты можешь все загрузить туда, но это не филизм, что не то, что ты будешь редактировать, но и другие. Иногда это желательно, да? Хочешь, чтобы не ты только рисовал гидрант, там все рисовали пожарный гидрант, там ты их выйдешь. То есть, если ты за них переживаешь, ну, значит, нужно их держать, ну, там, дельность. Ты не придумал, как следить за целостностью. Есть определенные методы, как следить. Например, за целостность дорожного графа, там, мы следим, очень даже неклохо поднимать. Мы знаем, что он у нас делал. А еще один вопрос. Сколько весит сейчас загруженная планета вплоть висит? Она весит, примерно, в двадцать раз больше, чем исходных файлов. То есть, около шестисот гигабайт. У вас вся планета что-то больше? А, нет, поэтому... Там по двести гигабайт, знаешь? Шестьсот примерно. Так вот, если ты шестьсот гигабайт, ты шестьсот гигабайт, ты шестьсот гигабайт? Нет, ну, так вот, Артем пока, кто не знает... Ну, я когда считал, получается, примерно, в двадцать раз выше, чем... То есть, XML, это... Это какой-то сжатый... Это база два. В Зипе занимает, там, 34 гигабайт. Значит, вот по BF, я смотрел, там, 24,5 гигабайт. Ну, сейчас в интернете оставляли, примерно, не более пяти-шести сервисов, в которых регулярно обновляется инопланета. Зато, в самые крутые сервисы, типа, Mapbox, Космоснинг... Кот, ЛСМорк, Mapbox... Французы. Французы всех планет? Да. Если там может, так сказать, может, есть там что-то еще, да, там он разбухает. Если там достаточно самород, да, то его очень легко скачать, и, на самом деле, очень легко обновлять его обновления, там, если это делать, то это порядка двадцати минут занимает. Тогда мы общаемся вырезать, например, Россию, или, допустим, только Россию, и ее синхронизируем. Просто. Ну, да, вы же планету, да, обновляете по себе? Потом только из нее вырезаете? Один раз. Планета вырезается один раз. Один раз ты обрезаешь в планете с самого начала, как бы, старта своего сервиса, потом обновляешь то, что вырезаете. А, то есть, вы мировые дифы накатываете на ваши маленькие ВСМ? Да. А потом еще раз обрезаешь туда, здесь лично, ну, принято там. То есть, если кто-то домик перенесет из России куда-нибудь в Германию, то это не зарегистрируется. Много данных – плохо. Мало данных – плохо. Много данных – тоже. Свои проблемы. Бигдата. И всех проблем. А когда следующая встреча? Я... Да, значит, свечи надо объявлять заранее, примерно за месяц. Я пока еще не решил. Может быть, на 9 мая, не знаю, как народ будет. Не знаю, может, либо на 9 мая, либо уже на конец мая. Просто на площадь мая? Да, вот, справа. Знаете, как вы хотели встречу организовать? Закартировать подземные коммуникации в Айоне метро. Ну, в смысле, ехали коричневые, с одной стороны, цели. Другой стороны, очень плохо. Ну, коммуникация, я правильно выразился. Возьми как воду. Возьми как воду. А? Переходы. Да, потому что у вас есть набор теков, там... Возьми как воду. Возьми как воду. Да, вот красиво выглядит. Правильно, закартретная станция. Да, у нас есть несколько идей. Одна идея, это улучшить метро, потому что оно в Москве нарисовано не все. А вторая идея, это... Роспадок можно устроить. Устроить эту картопатию, да? Да, еще есть идея порисовать вот этот район на Соколе, поселок Сокол, потому что в нем, как странно, нет адресов, но там все дома считаются памятниками. А деревьев художников, да? Да. В городах художников. Тут чуть-чуть адресов есть, а тут нет. А в районе Дмитровки адресованы тоже такие же доми? В районе Дмитровки... Ну, он возле МКАДа, который тоже частный. А, возле МКАДа... Там, по-моему, тоже так вот. Там местами... Я туда и свалил, там очень сильно... В районе МКАДа где-то густо, где-то густо. Почелок Ричник. Не важно. А пока далеко не ушли, а можно чуть подробнее насчет хорошего эталонного способы плавокартирования подземных сооружений? Может быть, есть уже примеры? Да, да, пусть там. Возьми там десяток, смотри, сразу видишь. Нет, ну я видел, но там много вопросов. Я даже помню тему большую на форуме по поводу того, как это правильно делать. Нет, понятно, что не идея здесь после этого, хотя бы какой-то минимальный смысл. И там, где, например, все выходы показывают. И там, где показывают основные подземные эти... Сама подземная структура микровода? Нет, она никому не нужна. И она немножко шум создает, на ранее говоря. А это называется проблема рендера. Если она просто показывает шум, то отфильтруйте его. С другой стороны, есть какое-то минимально необходимое наполнение, да? Вот я про него говорю, его достичь. Потому что оно не достигнет. Подземные переходы в районе метро хорошо есть в проекте по метро. Я не знаю, может быть, с ними поговорить на тему, под какими они у них лицензиями? Да нет, нет, это всё сложный очень вопрос. Мне кажется, нам просто картопатию строить. Нам, наверное, интересен сам процесс рисования. Импортировать, выяснять права, там, всё это. Ещё раз запусти. Опять же привлечь этот народ, может, они захотят участвовать. Заодно конвертируются в православные регионы. В метро леер обычно минус пять, если тебя интересно. А эти, а савзонбовский этот проект? Что, они там, они с Ливропи тоже переходят или нет? Это всё корпоративный проект или довольно бессмысленно обсуждать? Нет, вроде это как для всех. Все могут рисовать, все могут добавлять данные. Забирать можно? Забирать? Нет, до свидания. Название компании было озвучено? Нет, то, что они с этим проектом что-то много бегали и говорили, это одно. А так вот... А где-то, можете сказать? Да, зайти просто в интернете ссылки даже нет. Даже поиск не подай. Да, мне кажется, он никуда загнулся. Нет, тут не о загибе дело, а как бы... Новости хорошо, хотел бы внутри новости сразу на ссылочку нажать. Нет, ну, в самом деле, что для лебинарчик этого было. Может кто, если будет на их форуме, то спросите. Они же целые отдельные там секции у них будут расковывать метродоступность. Да, ну вот видишь, здесь неплохо, в принципе. Здесь показана подземная коммуникация. Они не обязательно должны совместовать чётко геометрию. А там же чё-то канадки, да? Там чё-то тролли. Вот, ну, да. Видны выходы, видны эти лестницы, видны переходы примерные. То есть, например, можно выйти внутри здания там, да? Угу. Вот такое сделать. Ирологий. Павел. О, какой ещё выход есть. Держи. Ой. Вот так вот будут на таборте устроить. Что-то я там не видел этого входа. А вот замурован 15 лет назад. Ха-ха-ха. Слабочили. Просто я там сегодня шёл, там вот эту честник снимал. А, ну вот, они отмечены красным пунктиром, что прохода нет. то есть метро 2 скорее все тоже